Мир, Россия, Крым. Новая мировая реальность. Которая проходит в эти дни в Крыму, министр иностранных дел Даур Ковы и министр экономики Адгур Ардзенба встретились с главой республики Крым Сергеем Аксеновым. На встрече были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества в различных сферах. Было отмечено, что между республиками активно развиваются торгово-экономические отношения. В частности, Абхазия поставляет в Крым инертные материалы для строительства автотороги Таврида. Стороны обсудили возможность увеличения объемов импорта инертных материалов. На встрече также был рассмотрен вопрос по организации пассажирского сообщения между республиками. В частности, реализация соглашения по организации круизного сообщения между морскими портами Абхазии и России. Планируется, что уже к 2020 году лайнер «Князь Владимир» свяжет Абхазию с Крымом и Сочи. Затем Адгур Ардзенба и Дауркове встретились с министром транспорта Крыма Сергеем Карповым и детально обсудили вопросы, поднятые на встрече с главой республики Сергеем Аксеновым. 19 апреля министр экономики Адгур Ардзенба и министр иностранных дел Дауркове встретились с министром экономики и внешней торговли Сирийской Арабской республики Мухаммедом Самерхалилем. Стороны обсудили детали реализации двусторонних соглашений, подписанных в сентябре прошлого года, в том числе о беспошлином режиме торговли товарами. Мухаммед Самерхалил проинформировал, что вышеупомянутое соглашение ратифицировано парламентом Сирии и уже вступило в силу. Со своей стороны Адгур Ардзенба подтвердил, что и с абхазской стороны выполнены все необходимые процедуры. И соглашение также ратифицировано парламентом Республики. Министр иностранных дел Абхазии Дауркове сообщил сирийской стороне о проведенных днем ранее переговорах с главой республики Крым Сергеем Аксеновым, в ходе которых обсуждалась возможность содействовать морское судоходство Крыма для организации морского сообщения между Абхазией, Сирией и Россией. Сирийская сторона поддержала идею морского сообщения, выразила готовность активно включиться в ее реализацию. В рамках переговоров стороны также обсудили перспективы создания консульских отделов в двух странах. Командно-штабные мобилизационные учения, которые в эти дни проводились Министерством обороны Абхазии, завершились боевыми стрельбами на полигоне Цабал. Учения прошли под руководством замминистра обороны по подготовке соединений и частей резерва Вооруженных сил Абхазии генерал-лейтенанта Владимира Ануа. Репортаж Саида Джарсалия. Согласно плану подготовки Вооруженных сил Республики Абхазия, учения резервистов проходят два раза в год. 17 апреля начался зимний период командно-штабных мобилизационных учений с поочередным привлечением районных бригад. На этот раз свой уровень полевой выучки повышала 2-я стрелковая бригада резерва Ачамчирского района, которая была мобилизована военным комиссариатом Ачамчирского района в течение трех дней. Перед началом боевых стрельб резервистов проинструктировали, выдали оружие и только потом отправили на стрельбище. В назначенное время подразделения приступили к выполнению поставленных задач. Помимо резервистов района, в учениях принимали участие артиллерийская группа Вооруженных сил Абхазии и бронегруппа 7-й российской военной базы. По легенде, условный противник наступал со стороны гор. По нему был открыт огонь с артиллерийских орудий, пулеметов, автоматов и других видов оружия. За учениями наблюдал министр обороны Мираб Кишмари. Он поблагодарил резервистов и высоко оценил их слаженную работу. Спасибо вам, что вы сегодня действительно прошли это учение. У нас еще впереди есть учение совместное с Российской военной базой. Нам надо учиться. Меня ту тактику, прошлая тактика, то, что во время войны, она уже не проходит. Нам надо учиться. Вопрос взаимодействия, это вопрос серьезный. Я думаю, что у нас все получится. Резервисты, проявившие себя в ходе командно-штабных мобилизационных учений, были награждены ведомственными юбилейными медалями в честь 25-летия Министерства обороны Республики Абхазия. Саиджар Салия, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Депутат Народного собрания парламента Республики Абхазия Аслан Бжаня в тяжелом состоянии госпитализирован в одну из городских больниц Москвы 18 апреля. В связи с этим премьер-министр Валерий Бганба встретился с министром здравоохранения и представителями МИДа Абхазии и поручил им оказать содействие в организации лечения депутата. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. В кабинете министров Абхазии состоялась коллегия Министерства здравоохранения, на которой были подведены итоги деятельности за 2018 год. В работе медицинской коллегии приняли участие члены правительства, представители Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, контрольной палаты. Основными приоритетами развития здравоохранения в 2018 году являлись охрана здоровья в области материнства и детства, защита здоровья работающего населения, предупреждения инвалидности и смертности в трудоспособном возрасте, борьба с социально значимыми болезнями, профилактика и лечение сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета, пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, отметил в своем догладе министр здравоохранения Томас Цахнаки. Он также проинформировал об итогах контрольных мероприятий в медицинских фармацевтических учреждениях и медицинских частных организациях. Кроме того, министр сообщил о выполнении 20 ведомственных целевых программ и о нормативно-правовых актах, утвержденных за прошедший год. Лечение граждан за пределами республики – это те пациенты, которых мы направляли для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в федеральные центры России. Прежде всего, это больные кардиохирургического профиля, онкологические больные. На это было направлено 43 млн 396 тыс. рублей. Программа полностью освоена. За 2018 год мы разработали и утвердили 22 нормативно-правовых акта, такие как инструкция о порядке диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами, расстройствами поведения, связанными с употреблением психотропных веществ. Это утверждение перечня лицензируемых видов частной медицинской деятельности, положение о создании сертификационных циклов для среднего медицинского персонала в части образования. В Ачамчуре началась диспансеризация жителей района, проводимая в рамках республиканской диспансеризации населения страны. Мероприятие организовано Министерством здравоохранения Абхазии при поддержке сводного медицинского отряда Федерального медико-биологического агентства России. По завершении основных этапов диспансеризации будет сформирована постоянно действующая мобильная группа из числа специалистов ФМБ, которая будет работать по тем направлениям и специальностям, которые на сегодняшний день не представлены в номенклатуре системы здравоохранения Абхазии. А те пациенты, у которых будут выявлены заболевания, нуждающиеся в оказании высокотехнологической медицинской помощи, будут в установленном порядке направляться в учреждение ФМБ России либо в центральное медучреждение республики, где будет возможность оказать эту помощь. Население района проявляет высокую активность. Диспансеризация в Ачамчурском районе продлится до 23 апреля. 17 апреля в 22 часа 40 минут в селе Гумиста Сухомского района тремя неизвестным был похищен Мирцхулава Омар Датикович, 1979 года рождения. По данному факту прокуратурой Сухомского района возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением оружия и насилия, опасного для жизни и здоровья, и незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору». Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Абхазии. Постановлением прокурора Сухомского района создана следственная группа при содействии Министерства внутренних дел Абхазии. Детали происшедшего выясняются. Женщины и наркомания. Круглый стол на эту тему прошел в Сухоми. В обсуждении проблемы приняли участие представители Генеральной прокуратуры, МВД, общественных организаций и духовенства страны. Мероприятие было организовано в рамках проекта Абхазского телевидения и Новоафонского монастыря «Независимость». Алика Трапш продолжит тему. Употребление наркотиков разрушительно влияет как на мужской, так и на женский организм. Однако из-за особенностей физиологии и психологии женская зависимость формируется и протекает по несколько другой схеме, чем мужская. Пристрастие к алкоголю и наркотическим веществам у женщин развивается гораздо быстрее, чем у мужчин. Это связано с особенностями женского гормонального фона и биохимических процессов, которые приводят к быстрой наркотической зависимости. В Абхазии наблюдается незначительный, но все же рост употребления наркотиков среди женщин. За последние два года в республиканский наркологический диспансер впервые обратились восемь женщин, употребляющих наркотические вещества. 25-летняя девушка попадает к нам с передозировкой. И когда человек в таком состоянии, острой интоксикации, даже и возраст толком не поймешь в таком состоянии. Когда уже она пришла в себя, я вижу, что это достаточно молодая девушка и спрашиваю маму, сколько ей лет, 25 лет, какой стаж употребления, спрашиваю мама, она говорит, 10 лет. Очень нормальная семья, порядочные люди, но это обстоятельства, окружение, 15-летний подросток вовлекается, а зависимость потом так легко не отпускает. И потом в связи с психоэмоциональной составляющей женской психики тяжелее женщины отходят от наркотиков и от зависимости от алкоголя или от других видов зависимости, нежели чем мужчины. За 2018 год сотрудниками правоохранительных органов Абхазии выявлено 224 преступления в области незаконного оборота наркотических веществ, из которых 8 были совершены с женщинами, 5 преступлений за незаконное охранение наркотических веществ и 3 за незаконный ввоз и распространение. Присутствует наркомания женская, но она не так стоит остро, как в общем наркомания, как сбыт, как хранение наркотических средств и употребление у мужского населения. Вот, например, за последний 2018 год в наркодиспансер сотрудниками правоохранительных органов было доставлено 3222 человека. Из этого количества 344 человека было установлено факт употребления тех или иных наркотических средств. Также большое количество у нас лиц, которые отказываются от прохождения медицинского свидетельства. Ну, отказники в большей части по нашей имеющей оперативной информации входят в ту категорию лиц, которые употребляют наркотические средства. 80% наркотических средств на территорию Абхазии попадают через российско-абхазскую границу. Для перевозки наркотиков наркодилеры используют и женщин в положении, так как они не привлекают большого внимания к себе и не вызывают подозрений. Однако из-за отсутствия в Абхазии женской тюрьмы беременные не отбывают полный срок наказания. Наши тюрьмы, наши следственные изоляторы не оборудованы специализированными помещениями, где можно держать новорожденных детей. Но вот вы представьте, у нас три камеры оборудованы в здании МВД, где содержатся женщины. В настоящий день сегодня содержится там 17 человек. 14 человек привлечены и осуждены за незаконный сбыт и ввоз наркотических средств. Это не за 2018 год, а это, как мы посмотрели, с 2013 года люди сидят. Из 14 человек 5 – это лица абхазской национальности, двое – армянской национальности, остальные – русские. На встрече была обсуждена необходимость усиления контроля на государственной границе ПСО. По словам сотрудников правоохранительных органов, государственная граница в нужной мере материально-технически не оснащена, и поэтому не всегда удается обнаружить тех, кто занимается перевозкой наркотических веществ. По мнению секретаря общественной палаты Нателла Акаба, в вопросе борьбы с незаконным оборотом наркотиков должна быть разработана государственная стратегия. Кроме того, необходимо создать реабилитационный центр для наркоманов. То, что у нас существует этот диспансер, это слава Богу, но я думаю, что этого недостаточно, потому что вот я знаю, что в России существуют такие реабилитационные центры и в других странах тоже. И в чем там суть? В том, что эти наркозависимые, они будут как бы изолированы и не смогут вот общаться с теми людьми, с которыми они постоянно общаются и которые вот их приобщили к этому страшному злу. И, конечно, там в этом реабилитационном центре должны работать очень хорошие специалисты, психологи, наркологи и так далее, чтобы этих людей вот вывести из этого состояния. По мнению участников встречи, появление женской наркомании в Абхазии вызывает не просто беспокойство, а страх за будущее нации. Ведь испокон веков абхазская женщина была символом мудрости, чистоты и хранительницы домашнего очага. Поэтому необходимо использовать все возможные ресурсы и объединить усилия общества в борьбе с распространением этой опасной болезни. Абхазия приняла участие в ежегодном заседании Межгосударственного совета по выставочно-ярмарочной конгрессной деятельности СНГ, которая состоялась в Москве. Нашу страну представлял директор Международного культурно-делового центра Республики Абхазия Олег Лакоба. В рамках заседания был обсужден план работ на год, перечень выставок и ярмар, предлагаемых к проведению в 2019 году при содействии Совета, а также ход работы по реализации межправительственных соглашений о создании выставочно-торговых центров государств, участников СНГ и Абхазии на территории ВДНХ. Кроме того, участники заседания заложили сквер дружбы народов на территории ВДНХ, в котором представители посольств и торговый представитель стран СНГ и Абхазии посадили деревья. Своё дерево посадили и представители Республики Абхазия. Теперь в сквере на ВДНХ наряду с другими странами есть французская сирень с табличкой «Республика Абхазия». В Сухоми в представительстве Россотрудничества состоялась первая в этом году встреча с участниками проекта «Школа молодого лидера», которая знаменовала начало цикла молодежных мероприятий в этом сезоне. Данный образовательный проект Российского центра науки стартовал в Сухоми в прошлом году и стал коммуникационной, образовательно-просвидительской и досуговой площадкой для молодежи Абхазии. Репортаж Гугу Цивардания. Образовательный проект представительства Россотрудничества в Абхазии «Школа молодого лидера» направлен на привлечение инициативных групп молодых людей. Он даёт возможность всем желающим в возрасте от 15 до 35 лет получить дополнительное образование, а также способствует расширению связей между молодежью Абхазии и России, развитию молодежного сотрудничества. Каждый из участников «Школы молодого лидера» представляет собой стартап, как сам по себе, с точки зрения своей карьеры, так и с точки зрения возможности создания чего-то. В этом смысле, конечно, наполнение «Школы лидеров», наполнение, я имею в виду занятий, содержательных каких-то мероприятий. И вот в «Школе молодого лидера» подводят первые итоги, по результатам которых самым активным участникам 2018 года были вручены грамоты и благодарности, а также сертификаты повышения квалификации. Образовательная программа «Школы молодого лидера» обширна и разнообразна. Здесь молодые люди могут улучшить качество знаний по разным направлениям, например, в области психологии, педагогики, философии и политологии. В школе также ведутся лекции на тему формирования гражданской личности, формирования социально-активного поведения молодежи. Специалисты рассказывают участников и об основах речевого воздействия на собеседника, о формировании имиджа лидера и о многом другом. Участие в таком проекте дает возможность молодежи не только повысить уровень знаний, но и побывать в городах и регионах России, посетить большие международные площадки, реализовать свои инициативы. Я сама лично участвовала в поездке в Краснодар. Эта поездка была также направлена на повышение квалификации. Поездка длилась около недели. Было очень интересно, потому что получаешь, во-первых, очень много эмоций и знакомств, а во-вторых, это те знания, которые тебе понадобятся в будущем. Представительство Россотрудничества в Абхазии реализует также программу «Здравствуй, Россия». Самые активные и талантливые молодые люди имеют возможность посетить разные города России в рамках учебно-образовательной поездки, во время которой проводятся экскурсии, лекции, дискуссии, мастер-классы по истории России в крупнейших музеях и объектах культурного наследия, а также встречи с известными людьми в области культуры, истории и спорта. Объявили конкурс СС для тех, кому от 14 до 19 лет. Это для участия в программе «Здравствуй, Россия». Поездки бывают в разных городах, были уже в Казани и в Москве. Конкурс СС на тему «Культурная политика России. Вклад в Россотрудничество». Срок до 25 апреля. Жюри из состава сотрудников представительства выберет лучший СС. Они будут опубликованы также на сайте, ну и, соответственно, лучшие авторы поедут, смогут посетить Россию за наш счет. Проект «Школа молодого лидера» стартовал в сентябре прошлого года. Организаторы надеются на его дальнейшее развитие и плодотворные результаты. Гугут Савардани, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Государственное управление по транспорту информирует владельцев автотранспортных средств о необходимости до 25 апреля оформить идентификационную учетную карту водителя на автомобиле. Распоряжение о введении учетной карты водителя было принято Кабинетом министра в прошлом году. Идентификационная учетная карта дает возможность владельцам автомобилей без пробок и задержек пересекать Абхазско-Российскую границу с целью осуществления пассажирских грузовых перевозок. В ней указан, какой вид деятельности осуществляет перевозчик марка автомобиля, данные автомобиля, договор и срок карты. Карта выдается в Государственном управлении по транспорту при наличии бессрочной лицензии на перевозку пассажиров и грузов. Карта выдается бесплатно и действительно один год с момента получения. Убедительно просим наших перевозчиков, мы неоднократно обращались от лица Государственного управления по транспорту получить данные карты до 25 апреля 2019 года. Уже выдано около 450 карт. В первых числах мая наш отдел транспортного контроля и надзора, да и не только наша налоговая служба ОБЭП республики будут выезжать на дорогу и будут составлять материал административного воздействия на данных водителей, которые не получат данные карты. И о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается облачность с просеением погода. Ночью утром туман, днем в субботу возможен дождь. Воскресенье преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 5-10, днем плюс 10-15. Температура морской воды плюс 12. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова